ребят всем привет добро пожаловать на канал ну что сегодня поговорим про финансы по наши месячные расходы у нас такой подобный ролик был начале года в этом году ссылочка будет в описании кто не посмотрел обязательно посмотрите почему вообще решили сделать заново такой ролик потому что очень сильно цены изменились в течение этих полугода пока мы отсутствовали в штатах потом мы приехали посмотрели на цены и поняли что вообще это небо и земля то что когда мы уезжали когда приехали поэтому мы решили сделать новый ролик и очень много людей писала в комментарии что цены уже не актуальные давайте какой-нибудь свежак поэтому мы решили сделать повторно посчитали все сейчас собственно вы это увидите а перед тем как посмотреть сюжеты просим вас ребят подписаться на канал вам этого ничего не стоит а нам это будет приятно поставить этому видео лайк обязательно ставьте колокольчик когда чтобы не пропускать наши нового видео когда они выходят и конечно если вам это нравится делитесь этими видео друзьями поехали итак наши покупки сегодня это огурцы которые стоят 6 лир за килограмм здесь на 10 лир помидоры которые стоят 10 лир за килограмм но это прям хороший помидоры я взял прям такие как свежак такой да я просто знаю кого брать здесь вышла на 15 лир значит цветная капуста вышла по 20 по 15 лир килограмм на 20 лир здесь проколи по 20 лир за килограмм айсберг на 10 лир штука ну такой большой айсберг посмотрите что-то я уже раздолбал его зелень это мята для чая петрушка по 2 с полной лиры бананы 10 лир килограмм стоит шпинат стоит я не помню сколько за него дал ну суммарно помню сколько стоит честно говоря реально не помню вот инжир уже конец сезона инжир вот такой здесь килограмм инжира стоит 20 лет авокадо везде по 10 лир я узнаю кого покупать по 7 с полной лир покупаю вот на 30 лир купил авокадо значит здесь у нас домашние яйца я купил два десятка по 10 лир десяток 20 лет девочки купили себе какие-то булочки это больше нас дочка сижу любит такие вещи суммарно все вот это вот вышло на 165 лет так ну что мы сейчас ходили в миг раз купили вообще совсем совсем чуть-чуть хотя планировали очень много покажем что мы купили да так начнем мы купили 750 грамм с йогурта и такой прям густой густой гусь гуще чем греческий 750 грамм стоит 18 лирах называем правильно очень 19 лир стоит так следующее мы купили сыр такой слабосоленый тоже 19 лир стоит сосиски куриные ася себе захотела стоит 9 лир взяли по акции большую банку тахинной пасты по акции она стоила 31 лира как всегда орехи в турции мы едим орехи сухофрукты много всякого разного вот я себе еще кокос взяла варенье клубничная баночка стоит это микросовская марка получается самое дешевое варенье 99 лир стоит и по акции я себе взяла тоник то же самое он был 40 лир по акции он стоил 21 леру кефир шоколадные шарики а еще у нас было три мороженого которые мы уже съели как вышли из магазина и того вот эта вот покупка нам обошлась 185 лир вообще взяли вообще ничего не взяли вообще ничего мы не йогуртов не мясо ничего не взяли и 185 лир вот ребят это вопрос тому что цены очень сильно поднялись за полгода нашего отсутствия в алании цены очень сильно выросли раньше за 185 лир я могла целую тележку принести сейчас вот как видите ну что ребята вторая неделя наших покупок на рынке кто не смотрел ролик как цены поднялись и как было до и стало я думаю что вам будет интересно ссылочка будет наверху и внизу в описании а сегодня на второй неделе мы сходили субботний рынок купили что мы купили огурцы кабачки авокадо по 6 уже по 6 лир подешевели я торганулся 4 лиры стоят значит 4 лиры стоит мандарины 13 лир стоит сливы сливы офигенные должны быть 8 лир стоит бананы 10 лир стоит килограмм хурмы десяток яиц кстати цена не поднялась десяток яиц стоит 10 лир это домашние яйца катя сходила купила мясо фарш отдала 77 лир за это арбуз стоит 2 спам на 2 спам на беру за килограмм помидоры стоит у нас 7 спам на лир за килограмм огурцы стоят 6 лир за килограмм все вот это все вышло на 200 лир и того это поход на рынок в субботу так вот так же ходим магазин к сожалению не всегда пытаю не получается заснять то что магазине потому что ходим часто покупаем по чуть-чуть не всегда получается заснять поэтому ребят не обессудьте то что на рынке еще как бы можно а вот то что с магазина почти покупаю не всегда получается вот итогу вышло 200 лир и так ребята еще одна у нас покупка мы уже с магазина вот купили два кефира до дочка мне ассистирует помогает здесь поэтому здесь купили сыр лобны называется такая маме купили бурату бурату купили маме купили купили вот такую руку углу это масло здесь пол килограмма масла стоит 60 лир очень хорошее масло оси уж уже смолотила как как называется бисквит до какой-то блинчик до блинчик так здесь мы купили пастилу упаковку покупаю метров всегда ребенку пастилу это значит слива с яблоком перемешана но написано что процент слива на самом деле там перемешано с яблоком но вот мы покупаем ребенку на перекус и соответственно такой сырок купили на завтраке взяли значит стейки семги 3 стейка хороших таких стейка мы взяли далее отдали за них сколько дочь мы отдали за сколько помогай папе помогай папе сколько модели за рыб за рыбку мы отдали 70 70 лир килограмм стоит 120 лир по моему до 120 килограмм стоит 120 лир до стейков но это на самом деле не дешево но тем не менее мы вот как-то решили сказать я что мы купим такие стеки и попробуем ну не знаю посмотрим находка для метро увидел сразу взял две упаковки на самом деле две упаковки взял это вот круассаны их долгое время не было вообще просто не было вот как мы приехали из со штатов вообще мы не могли купить найти даже до штатов мы прибыли в твала не не было их дочка дочка сразу колоссаны с кефиром давайте ассоциируется вот в общем принципе в боль небольшой пакет покупок вообще в принципе и поверьте мне ценник вышел немаленький 391 лиру вот за это все но здесь на самом деле не кажется купит курасан они каждому не нужны ну не каждый на на купе такую дорогую рыбу наверно или бурату но масло в любом случае рекомендую всем юрок углу покупать такое масло здесь сеть до масло и кефир купит вы из нашего списка все остальное наверное это индивидуально как обычно но мы вот как-то полюбили метро вот такие курасанчики решились они попробуйте такой вот семгу и конечно я женусь не решил немножко побаловать в турции такого очень принципе практически найти бурату ну вот итальянская бурата да в общем первый раз да купили такую брату в общем ребят 391 условно говоря 400 лир и все округляет 400 лир мы отдали в метро за покупку так что вот так вот ребят привет мы сегодня сходили еще раз на закупку в магазин микрос совсем совсем немножко купили быстренько покажем расскажем про цены то чтобы то что я помню так яйца буду говорить в лирах яйца 10 штук 1550 индейка тандырная типа как как типа тушенки 2 2 баночки 15 лир дальше мы взяли йогурт как всегда сюзме это по типу нашей сметаны хлеб решили такой попробовать хлеб типа ручной работы с оливками с помидорами стоит 15 лир но это около около наверно 120 рублей такая упаковка хлеба еще мы берем вот такие вот маленькие тортильи они тоже стоят 12 лир ну и всякие разные перекусы это вот асюшина перекус к чаю протеиновое молоко печенька а вот такая классная штука это мой пикмес стахина это я все добавляю в каши типа как паста только полезно как шоколадная только полезная паста и на обеды когда нет времени готовить уже готовый булгур со всякими разными добавками вот все что мы взяли 22 кофе я два кофе таких я вот беру себе вот все что перед вами вы видите за это мы отдали 158 лир итак друзья очередная суббота мы сходили на рынок точнее я сходил на рынок и купил что купил купил я огурцы огурцы были по 5 лир помидоры по 5 лир тоже нашел вот три авокадо по 7 лир одна штучка такие но небольшие конечно авокадо бананы 10 лир стоит айсберг штука 10 лир стоит укроп стоит 2 лир и упаковка 7 лир стоит кабачки но не такие прям свежайшие сливы стоят 13 лир килограмм брокколи стоит 15 лир килограмм ну в целом 33 с полной лиры стоит мандарины хурма стоит по 12 лир килограмм яйца десяток стоит по 10 лир ну и здесь вот лук перец лук стоит внутри перец если не ошибаюсь 7 или 8 но он уже отошел на самом деле вся эта покупка вышла на 200 лир так что вот так вот мясо мы не покупали будем покупать обязательно надо заснять потому что все нас хотят что мы едим мясо едим только одну траву вот обязательно купим надо будет заснять час чаще всего едим мясо на выезде день ресторане кафе поэтому дома готовим но не часто так очередная покупка в магазине фиксируем купили в принципе практически ничего и купили сладости купили сыры пили молоко здесь йогурты такие вот творожки купили несколько штук печенку кто и горе что у мяса не едим вот печенку видим тоже вот значит молоко еще сыры 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 мы любители сыров поэтому очень много сыров все то что увидите перед вами вот это все вышло на 205 204 лиры 204 лиров ну тут немножко химии это ватные диски и жена купила себе поэтому все самое такое основное ну как основное это не основное так перекус и скажем так так ребят экстренное включение небольшое небольшая закупочка купили мороженое на улице плюс 26 купили йогуртов потому что по акции потому что у нас двое детей это потому что мы тоже сами едим по акции купили капучино не знаю в россии продаются такие наверно продаются сыр здесь купили днр как называется такой упаковки мясо короче кто говорит что мясо не не вот мясо не йогурты и мы купили здесь булгур готовы ночь вкусным нам понравилось и значит масло они не масло это у нас такой сыр плавлены и всего все вышло на сейчас или мой чек не достал чек плохо подготовился все вышло на 2 на 190 лир на 188 40 горчи на 190 лир округляем немножко вот это все на 190 лир принципе мне кажется ничего не купили почти 200 лир оставили итак ребят очередной поход в магазин не удивляйтесь что столько йогуртов они были по акции у нас ребенок два йогурта за один раз съедает поэтому пришлось купить столько йогурта в общем что мы купили принципе не как обычно ничего особого много не купили но тем не менее потратили на это 200 250 лир да да 205 244 лиры 244 лиры как видите купили мы молока несколько видов сыров купили вот есть такой сыр плавленый тоже купили айран для перекусов ребенку купили сухари значит здесь у нас я купил себе фисташки попал решил себя да не удивляйтесь это вместо мяса может быть кто-то скажет захотит меня здесь я купил себе торт я люблю я жена купила starbucks кофе 50 лир стоит так ну в целом ничего в принципе глобального мы не травоядные едим и мясо едим какие-нибудь бобовые но то что у нас есть пока запасах мы это не покупаем соответственно то что магазин сходили то и купили и соответственно показываем сколько потратили ничего такого сверхъестественного мы не купили а потратили 250 лир почти 244 так что вот так вот так друзья у нас перед последней недели очередная суббота очередная закупочка пробежимся быстренько виноград 10 лир килограмм яблоки взяли для того чтобы спели авокадо по 2,5 лиры килограмм авокадо стоит чтобы так понимать ладошку такой авокадо я взял по 7 лир так она стоит везде 9 баклажаны взяли по 6 лир килограмм бананы стоит 10 лир хурму в этот раз подешевле взял по 10 лир килограмм брокколи 10 лир килограмм асберг 10 лир штука 5 лир стоит огурцы и по 3 лиры за килограмм подешевле нашел мандаринчики соответственно взял яйца домашние 30 штук по 10 лир сказали вы же предупредили что будет подорожание за одно яйцо было 1 лира а сейчас будет стоить 125 со следующей недели типа ребята если чё готовьтесь подорожанием яиц за все вот то что вы видите перед вами отдал я 150 лир собственно вот так вот потихонечку подводим в конце уже предпоследняя неделя поэтому будем скоро подбивать так предпоследняя неделя катя сходила в магазин купила мясо то нас то нам пишет что мы не им мясо ребята для вас снимаю мясо едим купили говядину сделали у фарш вот этот фарш вышел на 75 лет или на сколько килограмм всем 75 кир стоит вот это печенка с фаршем вышла на 50 лет сходили в магазин купили ну все не буду перечислять купили что-то из химии вот катя купила кута крем себе купила какие-то вот здесь вот готовые я не значит называется она покупать постоянно такие вот булгур вот булгур рис какие-то вот бобовые купила еще что-то вот купила значит сыр такой сыр лабне намазка это сыр типа творога вот купила айран молоко тортильи кстати мы подсели на тортильи такие ребят вот кто в турции покупали такие тортильи очень вкусные купили значит сливки ну и наверное все остальное так уже вот салфетки важны все это вышло у нас на 200 лир мясо соответственно вышел на 50 это год 250 лет все что увидите перед вами так что хейтери которые говорят на что мы не еди мясо приближаю вам камеру и смотрите мясо мы едим едим дома очень редко а на выезде всегда ну что у нас последние недели сходил магазин не удивляйтесь что мы покупаем столько йогуртов у нас ребенок седает 2 йогурта за 1 ребенок вырос покупаем сразу много по акции купил серий сирин купился вот такого тахину катя постоянно есть ну или такие сухофрукты взял на перекус и за это все отдал я 170 лир кстати вот такие йогурты мы покупаем постоянно вы сейчас некоторых возникну вас почему во первых они чисто состав во вторых можно ребенку давать без проблем и на самом деле они очень вкусные кто будет турции обязательно возьмите попробуйте кайфанете можно мешать с вареньем в общем кайфуйте поэтому так вот а это все как бы бытовую химию немножко и перекус и вот 170 ребят практически ничего не взяли итак друзья сегодня крайний день подсчета точнее последний день подсчета всеми 16 ноября если не сходил на рынок и как раз не вечером завершаю весь подсчет и подбиваю все итоги и вам расскажу в конце в принципе после этого сюжета вам расскажу что как и почем изменилось что мы купили сегодня на рынке я покажу вам так что у нас получилось у него на рынке купили огурцы 5 лир килограмм такого перец купили он стоит 10 лир килограмм подорожал уже отходит принципе не помню сколько стоит капуста авокадо 5 лир поменьше взял нужно 5 штук взял 5 лир стоит мандарины айсберг стоит 10 лир штука это стоит 3 лир и укроп вот такой вот болгарский перец красный взял по 10 лир килограмм этот килограмм от тыквы для для ребенка взял 10 лир килограмм бананы стоит 8 с полной лир килограмм здесь на 13 лир взял значит виноград стоит 10 лир хурма стоит 8 лир килограмм весь на 13 и яйца все-таки нашел по десяток есть ли и тугом не вышло 140 лир все что вы видите перед собой это 140 и ну что друзья более-менее понимание есть по ценам конкретно да по каким-то продуктам но тем не менее нет общей картины поэтому давайте я вам скажу что у нас получилось в течение месяца и давайте так вы проецируете только на себя если у вас есть дети вы проецируете с детьми если вы пенсионер вы проецируете на себя то что вам необходимо да потому что у нас допустим двое детей вы прекрасно понимаете что у нас есть расходами на двое на детей есть раз у нас есть автомобиль мы у нас есть расход на автомобиль поэтому вы каждый для себя понимаете что что кому ближе как скажем и так что у получилось расходы в магазине у нас были до этого 3000 лир кто не смотрел будем чтобы имели ввиду новые расходы у нас получились 4100 лет расходы выросли на 1100 лир принципе ничего не поменялось по нашему рациону все сезонная рацион у нас практически один и тот же но цены получается очень сильно выросли и расходы выросли на 1100 лир это уже показатель до до этого мы так сильно не ходили в кафе сейчас мы стали чаще ходить кафе не знаю потому что у нас водите времени тут или просто мы стали больше кофе пить женой но тем не менее на кафе у нас вышло 1400 лир опять же я еще раз говорю без хейта вы можете не ходить кафе не тратите деньги мы ходим тратим 1400 лир расходы на детей очень важно для людей которые реально приезжают сюда в турцию очень много людей которые приезжают в турцию в основном с детьми или пенсионер и вот если у вас двое детей у меня расходы на детей вышли 4600 лир что входит в эти 4600 лир сейчас кто-то скажет ого нифига себе да это очень большая цифра но мы делали прививки и старше и младшему сыну и это где прививки были платные и прививки были в среднем где-то 1100 1200 лир вот считайте что 2300 лир это только одни прививки кто из россии из украины казахстана тот скорее всего сделает свои прививки у себя на родине и при ей но вот у меня постоянного жителя здесь прививки стоят 2300 лет я могу пойти сделать их бесплатно поликлиники у меня есть такая возможность но мы супруга решили что мы не доверяем хотя может быть они неправильно но тем не менее мы не доверяем и делаем платным у частного доктора который нас осматривает и который нам делать прививки собственно некоторые не государственные прививки в основном это французские и американские так следующий пункт расхода у нас получился коммуналка но смотрите мы считали 16 октября по 16 ноября и такой знаете межсезонье когда нет такой сильной жиры и нет такого сильного холода скажем так кондиционер по минимальному мы вообще использовали просто по минимуму но это же мне кажется вообще не использовали вот только свет и соответственно вода у нас получилось коммуналка это 450 лет если брать летнее время или зимнее время вас коммуналка будет два раза дороже это сто процентов вот неважно будет у вас там один плюс один квартира два плюс один в любом случае вас будет дороже как же эти мопедисты мне задолбали а вот честное слово они вот по тротуарам ездят представляете ладно значит интернет интернет стоит 133 лиры это домашний интернет я уже ранее говорил в принципе цена не поменялась и наша телефонная связь стоит 70 лет то и того жены и моя связь стоит 140 того получилось 350 лет бензин в бензин принципе подорожал но мы стали меньше ездить и бензил был у нас 600 лет так и остался 600 лет мы вместе с как бы ну а бензин опять же не каждый будет машину покупать и прочие расходы что подразумевается под прочими расходами у нас допустим за отсутствие наша машина стояла хозяин машины тоже не пользовался и соответственно машина стояла и аккумулятор у нее сел и по новой аккумулятор уже плохо работал нам пришлось покупать новый аккумулятор этот там 1400 лет мы потратили вот и мы потратили там по квартире что-то мы доделывали покупали в общем все итогово там по квартире у нас были там мы на массаж ходили в общем такие мелкие расходы на красоту там может быть там подстричься катя ходила там салон что делала того у нас вышло 2300 лет вот это по прочим расходам что касательно итогов в целом наверное сейчас кто сидит смотрит думаю блин чуваки вы там вообще реально ради в этом деньги берете этого у нас получилось 13800 лет это очень много да согласен это очень много самого не ожидал такой цифры и рассчитывал на меньше вот но я не взял в расчет еще аренда квартиры арендовать квартиру можно двух с половиной тысячи лиры до бесконечности вот у нас это стоит 4000 лир поэтому ребятки 13800 лир это наши расходы плюс аренда квартиры 4000 лет и того вот почитывайте 17800 так что вот так вот ребят что могу подытожить цены очень сильно выросли сегодня вот я записываю это видео курс лиры по отношению к доллару 10 и 5 ребят 10 и 5 евро 11 5 почти уже 12 это просто ну отвал башки лира летит на дно цены растут очень сильно я уверен что я как-то снимал ролик про рынок и сказал в конце что я через три месяца приду на рынок и еще вам сниму и и цены еще вырастут до цены очень сильно растут поэтому я сожалению могу констатировать тот факт что приходя на рынок приходя магазин приходя покупая что-то в любом случае цены взлетают очень я уверен что в течение полугода года еще сильно взведя цены расходы еще больше вырастут это не та турция которую раньше говорили что там типа все на халяву бесплатно можно ехать отдыхать в онклюзив цены на путевки тоже растут на бензин кстати я приехал когда это было буквально три месяца назад дизель и бензин дизель стоил 7 и 5 лир за литр а сейчас он стоит 85 на лиру подорожал ну вы видите да логистика дорожает продукт дорожает всем по цепочке и соответственно все дорожает люди которые приезжают сюда на зимовку я еще раз повторяюсь на лето ребят вы если у вас расходе там вы из россии из украины из казахстана вы также привязаны к курсу у вас расходы были там условно 1 турции будет такие же расходы даже может быть больше кто-то мне не верит кто-то говорит что-то ты обманываешь ты там преувеличиваешь что-то там тебе тебе не хочет чтобы люди ехали эти там негатив какой-то один отправляешь ребят я говорю как есть на своем примере вы видели сюжеты по покупкам я показывал чеки я показывал буквально что я покупаю и на что я трачу деньги да возможно я говорю какие-то пункты вам будет они принципе это не ваша история да там вот пенсионеры кушать и меньше очень много людей написала и до сих пор мне пишет что мы не мясоеды мы мясоеды просто мы не едим в таком большом количестве я не люблю так много мяса я его ем только либо в ресторане хорошем виде либо дома если там катя захотела там приготовил что-то я не вообще не любитель мяса если вы мясоед у вас вообще там не знаю расходы еще больше вырастут потому что мясо тоже выросло в цене очень не затягиваю ролик о чем сказать что если вы видите свои расходы у себя в родине у вас такие же будут расходы здесь поэтому не обольщайтесь ребят что вы приедете есть будет дешево огурцы помидоры возможно огурцы помидоры будет дешевый для вас езда но все остальное вы не забывайте что есть все остальные бытовые вещи есть какие-то другие моменты да то же самое мясо которое любят люди больше всего есть поэтому нужно понимать что расходы очень сильно растут я вам конечно америку не открыл тем не менее вот такой получился ролик надеюсь было полезно вы для себя обновили информацию конечно же мне будет приятно от вас получить обратный фидбэк написать комментарии всегда получаю комментарии всегда отвечаю на них люди делятся своим опытом у себя в стране поэтому надеюсь было приятно поставьте этому видео лайк подпишитесь ребят подписка очень важно для нас понимаем что мы работаем ради вашей подписки ради ваших лайков в принципе ничего мы не получаем от этого поверьте мне но нам очень приятно будет получать обратно связь поэтому подпишитесь на канал поставьте этому видео лайк и забывайте ставить колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео делитесь с вашими друзьями если вам понравилось это видео видео еще увидимся встречи роликов пока пока субтитры сделал DimaTorzok перейти